Самарская область получит дополнительные деньги на строительство детских садов, жилье для ветеранов и экологические мероприятия на месте бывшего завода «Фосфор» в Тольятти. Правительство России одобрило заявку региона. Об участии в федеральных программах говорили на заседании Кабинета министров, также одобрили поправки в антиалкогольное законодательство. Обо всем подробнее в нашем материале. 95 мероприятий с поддержкой из Центра на общую сумму в 19,5 миллиардов рублей. Таков объем участия Самарской области в федеральных программах в 2013 году. Всего их 10. Цифры прозвучали на сегодняшнем заседании областного правительства. Наибольший объем государственного финансирования предусмотрен на обустройство особой экономической зоны Тольятти, строительство дорог, жилищные программы. Значительная сумма, более 12 миллиардов рублей – это инвестиции. Сегодня область ждет ответа из Москвы на целый ряд новых предложений. По некоторым уже дождались. В рамках госпрограммы развития образования в 2013 году поддержаны предложения Самарской области. Так, распоряжением правительства Российской Федерации 1113 в Самарской области в 2013 году предусмотрены субсидии на 823 миллиона рублей на модернизацию дошкольного образования, в том числе на строительство дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, федеральный центр выделяет 3 миллиарда на экологические мероприятия на месте бывшего завода «Фосфор» в Тольятти и 826 миллионов рублей на жилье для ветеранов. Итоги работы значительно превзошли прошлогодние, но есть еще простор для творчества, а значит, возникает вопрос. В каких направлениях, в каких программах мы не участвуем, где мы недорабатываем? Выясняется, недорабатываем еще по многим направлениям. И дело не в том, что денег не хватает, а в министерствах и муниципалитетах пока не привыкли к тому ритму, который задает Москва. У нас задача стоит, конечно, максимально участвовать во всех федеральных целевых программах, ну, кроме там специфических, кроме территориальных, которые не подходят нам вообще по сути, и увеличивать наши объемы. Хотелось бы сказать о некачественной подготовке обращений и документации. Это заявки на конкурсный отбор. А значит, надо поправить, ведь задачи, поставленные губернатором, участие во всех федеральных программах, чтобы как можно больше денег привлечь на решение региональных проблем. А вот что касается антиалкогольной кампании, теперь Самарская область будет в числе самых непьющих. Кабинет министров одобрил дополнительные ограничения розничной продажи спиртного. На сей раз это касается проведения дней массовых мероприятий. День знаний, День молодежи и многие другие праздники теперь пройдут по сухому закону. Надо признаться, что сегодня Россия в этом плане потребления спиртных напитков у молодежи, в особенности, она лидирует. Если посмотреть данные по Министерству внутренних дел, то рост преступности где-то идет за последние годы в полтора раза увеличение. С принятием нового закона ожидается значительное улучшение статистики криминальных происшествий. Олег Зверев, Александр Ерофеев, Новости губерния.